Ребята, всем привет! Мы свой рабочий день начинаем с объявления предложения о собственнике. Собственник решил продать квартиру в жилом компасе «Кислород» инвестор за 8 миллионов 400 тысяч рублей. Это 24 квадратных метра, расположен на пятом этаже. Предложение еще находится в строящемся корпусе. Здесь есть описание «Сдача объекта первый квартал 2024 года». Можно в семейную ипотеку. В общем, у застройщиков намного дороже. 8400 – это не крайняя цена, можно еще поторговаться будет. Предложение от застройщика. Вот я нашел аналогичное по квадратуре и аналогичное этажностью. Вот вы видите 13 миллионов 300 тысяч рублей. Это будет вот такая вот студия. 565 тысяч от застройщика против 348 тысяч. Я думаю, что это неплохое предложение. В общем, звоните. Если, может быть, вы присматривались к этому комплексу, знаете, где он находится. В районе Бытха. Здесь все указано. Вот как она выглядит, где расположена. Ну, в общем, напрямую с собственником можете обсудить его предложение. Ну, а мы продолжаем сегодня наше мероприятие по работе с ремонтами. Поэтому оставайтесь с нами. Всем доброго дня. Хочу рассказать о натяжных потолках в квартире по адресу Челтанхема, 18, квартира 199. Значит, закончили натяжные потолки в данной квартире. Можем обратить внимание, что заказчик пожелал, значит, как альтернативу теневому профилю по периметру, поставить черную вставку. Смотрите, как оригинально это смотрится в сочетании с черным минимальным плинтусом. Значит, такое решение имеет место быть. Очень часто люди стали прибегать в последнее время к такому решению. Значит, здесь гардеробная, два точечных светильника, также черный плинтус. Санузел, монтаж был выполнен по керамограниту. Есть четыре точечных светильника. Вот, видите, в сочетании черный плинтус с черной фурнитурой, сантехники смотрится прям как надо. Так, далее спальня. Значит, здесь заказчики у нас пожелали остаться без карнизов. Значит, будут какие-то или шторы на стену крепиться, либо непосредственно на створки оконные. Здесь никаких карнизов нет. Такая красивая люстра светодиодная, еще одна гардеробная, также два светильника, черный плинтус. Так, ну, идем дальше. Здесь большая гостиная, вот такая светодиодная люстра интересная. Ну, на самом деле, потолки в этой квартире максимально простые. Ничего излишнего такого нету. Ну, и все, и здесь также вот панорамное окно, черный плинтус у нас. Вот, везде по периметру два светильника, здесь будет зона кухни, отверстие под вытяжку. Ну, и вот такой вид шикарный с этой квартиры Мацеста. Даже видно море немного. Все, всем спасибо. Жилой комплекс «Челтенхем», квартира 104. Закончили плиточные работы. Вот, прихожая, пол. Зона кухни. И санузел. Вот, потом еще сделаем. Забил из-под 5. Сливной трав. Закончили плиточные работы. Все, плиточные работы закончены. Следующий этап. Шпаклевка потолка. Шпаклейки фрезерином, покраски и стены. Жилой комплекс «Мерката», квартира 376. Закончили электрику. Провода, расплет коробки. Щиток подписан. Проверяем электрику. Лапочки горят. Здесь все заизолировано. Теплые полы. Так, кухонная зона. Вытяжка. Проверяем. Холодильник. Холодильник. Подсветка. Также вытяжкой все сделано. Вот подкондиционер. Браво. Браво. Холодильник. Да. Ничего не горит. 16-й. Все поднимают? Смотри. Вон, они 16-й будут. Все. Так. И подсветка. Так, еще раз проверяем. Автомат был включен. Все, и вывод на улицу просили сделать. Под видеокамеру. Все горит. Также разведено телевидение, интернет. А, вот достанешь? А, вот так вот. Давай, вот этот. Все. Годится. Ну, просто лампочка перегорела. Вот такой вот комплекс мерката. Мы находимся в жилом комплексе Флора. 7-й литр. 252-я квартира. Зашли мы на чистовой ремонт. И начинаем работать с укладки плитки. У нас в коридоре. И в санузле на полу уже плиточка готова. Также начинаем уже подготовку обшивать инсталляцию. Все, естественно, у нас сделана гидроизоляция. Сделан душевой поддон. Установлен трап. Вот так это все получается. Здесь сейчас, естественно, накроем. Просто открыли для того, чтобы было видно, что плитка у нас лежит. Сейчас все укроем картоном, чтобы ничего не повредилось. И продолжаем работу. Мы находимся в жилом комплексе Челтенхен. Квартира у нас 199-я. Заканчиваем мы чистовой ремонт. У нас был вот так. Так вот потолки ребята натянули. Вот так вот они получились. С такими вот лампами. Осталось установить в кондиционерах. Или на этой неделе. Или же в начале следующей их установят. Кондиционер, как я не договорилась, есть. Ну, здесь установить набражки. То есть осталось у нас какие-то небольшие моменты, которые нужно завершить. И квартира будет готова. Ну, и потом уже, естественно, мебелировать. Выпущить мусор. Внести порядок. Мы находимся в жилом комплексе Вена. Квартира номер 70. Сделали водяные теплые полы. Вниз уложен пеноплекс. Светимотражающая изоляция. Сеточка. Это вот. Апрессовая. Держит 7 атмосфер. Коллекторный шкаф. И разводом. Везде. Теплые полы. Как посел заказчик, даже под душевой кабиной. Все, пространство охвачено. Все, полы готовы. Завтра заливаем стежку. Жилой комплекс 1, 2, 3. Квартира 381. Закончили поклейку обоев во всех комнатах. И установку розеток и выключателей. Вот так получились обои. Стыков вообще не видно. Сейчас и свет горит. Начали уже установку сантехники. Завтра закончим. Это кухня-гостиная. Это большая спальня. Маленькая спальня. Здесь такие обои. На этой стене другие. Все, осталось доделать сантехнику. Поставить двери и потолок. Ремонт закончен. Так, ребят. Рабочий день у нас подходит к концу. Мы сегодня съездили, сняли еще отличное видео по коттеджу. Которое выйдет на нашем канале. Можете посмотреть. Там уже тоже на завершающем этапе отделочные работы ведутся. В общем, если у вас есть квартира, хотите с нами посотрудничать. Будем рады вам помочь в компании Мастер Хаус. Телефон на экране, вы видите, это мой. Звоните, пишите. Если вас что-то интересует, более подробно отвечу вам в этом чате. Не знаю, куда вы будете писать. Но в любом случае отвечу. Удачи, хорошего настроения. Правильный вам ремонт. Пока.